Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом нереально простых отбивных, либо мяса по-французски, либо любого другого мяса из фарша. Это палочка-выручалочка, если вот нужно очень быстро и уже котлеты просто в печенках сидят, то это реально выручит вас. Делается все очень просто, даже проще чем обычные отбивные, проще чем любые котлеты. И получается очень вкусно, очень сочно, можно сделать и с начинками, можно сделать просто как отбивные в разном кляре, неважно. В общем получается круто, а делается просто. В общем приступаем. Я беру фарш, в этот раз у меня свиноговяжий, можно использовать куриный фарш, но не берите пожалуйста сухой филейный, потому что с него все-таки, как и из обычного филе отбивные, получатся суховатые. Этот фарш мы солим и перчим, хорошо если у вас кстати будет рубленое мясо, вообще будет замечательно. Никаких других специй, мы больше ничего не добавляем, иначе это по вкусу будет напоминать котлеты. А нам нужно мясо. Я в этот раз буду делать их в духовке, а не жарить на огне. И буду их делать сверху с грибами и сыром. Это абсолютно не принципиально, просто как одна из вариаций. В этот раз я буду делать так, потому что они у меня просто будут на стол. Вечером по-быстрому будут гости, и поэтому быстро-быстро в холодильнике был только фарш. Но не делать же гостям котлеты. В общем, режу грибы слайсами, можно кубиками, здесь вообще не принципиально, так как вы любите. И режем кубиками лук. Пассируем лук, к ним добавляем грибы и поджариваем это все добро вместе. Уже показывать это не буду, абсолютно я думаю, что нет смысла. И теперь смотрите, наш фарш немножечко промариновался там с перчиком, соль растворилась. И теперь будем формировать наши отбивные. Так как они у меня будут запекаться в духовке, поэтому формирую я их сразу на противне. Где-то толщина с полсантиметра, чтобы они все-таки у нас были сочные. Также я вот такие вот отбивные готовлю впрок. То есть я их беру на досточки, на досточку ложу пленку, либо пакет. И вот так вот формирую их на досточки. И затем замораживаю. Я сейчас покажу, о чем я имею в виду. Потому что у меня в холодильнике есть как раз пару штук таких замороженных. И это очень удобно. Потом достал там 2-3 штучки, что вам нужно на ужин. И потом поджарил сразу. То есть, сейчас покажу, о чем я имею в виду. Очень прикольно, что их можно формировать любыми, будь то даже сердечками, 14 февраля. Очень удобно. Вот мои замороженные такие отбивные. И их потом просто беру, макаю в муку, в яйцо. И потом либо в панировку, либо опять в муку и жарю. То есть здесь уже их можно жарить даже вообще без всякой панировки. В общем, очень крутая вещь. Вот такие у меня всегда вон 4 штучки, вы видите, хранится на всякий случай. А эти, что я в этот раз на противень разложила. Я их слегка смазала внизу майонезом, чтобы они еще были посочнее. Можно этого не делать. Можно чуть-чуть сметанки. Можно горчичкой. Наверх на нее грибочки с луком. И потом уже сырок. Любой такой, как вы любите, который потом поплавится. Отправляем в духовку 180-200 градусов до красивой золотистой корочки нашего сыра. Это буквально где-то минут 20 у вас должно пройти. Все-таки эта свинина там тоже есть, она должна полностью проготовиться. Получается очень сочно и очень вкусно. Я уверена, что вам и вашим родным этот рецепт точно понравится. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх и пробуйте, готовьте с удовольствием. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.